братца доброе утро перед вами ярчайший пример человеческой жадности когда погоня за наживой затмевает взгляд и пренебрегает всеми элементарными средствами способами безопасности смотрите что делается первых нам надо как-то уехать и на мы здесь выезжаем и зацепляем никого ответите мне вот на один вопрос вот в этой вот кучу машин если посередине куда кстати меня хотел она не дает сказать ни слова в этой куче машины куда меня хотел кстати загнать охранник если не дай бог начнется пожар там внутри по центру как вы думаете сколько машин сгорит а сколько успеет спастись уехать и не по причине того что просто люди там не проснуться ночь это тоже не маловажный фактор а по причине того что они просто не смогут это сделать знаю я терпеть не могу такие стоянки это раньше я сюда заезжал я тут уже как-то ночевал они ставили один ряд вот этот первый потом ставили 2 к нему потом оставляли промежуток ставили еще в один ряд машины и после этого уже те которые по краям то есть даже во второй ряд который становился этим машинам хвост случае чего мог зад сдать взад и выехать сейчас все сейчас они здесь забили 4 ряда подряд то есть там 2 3 ряды они просто тупо замурованные вот он мне предлагал становиться третьим рядом я грунер 1 ядку остановиться не буду здесь там дырочка была я стал иначе кур я сейчас просто соберусь и уеду и проложить терпеть не могу вот такой вариант парковки у нас же как пока петух не клюнет иван не перекрестится я сам лично говорю наблюдал вот здесь что было да они ставили три ряда два подряд потом промежуток для выезда заезда и еще рядочек сейчас они решили промежутком посчитали что он не нужен это же потеря денег это считать сокотом машин 20 сокоту парковка рублей 150 вот 20 машин по 150 рублей тут получается 3000 потеря 3000 рублей каждую ночь 30 ночей 3000 рублей 90000 в месяц потеря до сумма существенная но не дай бог что здесь будет просто беда ну что основной фактор будет того что люди просто тупо не смогут разъехаться просто не утренний урок урок философии закончен вернемся к нашим баранам владимирская область здрасте почему мы сегодня выезжаем лица даже еще цветать не начало сегодня среда 15 15 сентября фишка в чем погружаться мы будем опять на какой-то стройке оказывается там то ли коттедж строится то ли что в общем выгружают там вручную я вчера позвонил вечером мне говорят что выгрузка у вас вручную я говорю если я там приеду в обед после обеда как вы там выгрузится он говорит если вы приедете в обед после или после обеда мы вас не разгрузим поехать на выгрузку вы должны с утра чтобы в этот день выгрузится чё-то так подумал почесал то место где должны быть мозги сегодня среда четверг у нас запланирован пришелся вопрос с автономкой с моим на базе сами хотим снять и отвести ее в ремонт будет там шеф нашел куда ну и и сами повезем ну а там пятница тут думаю если мы сегодня не разгрузимся в среду разгрузимся в четверг к вечеру автономкой мы будем заниматься получается в пятницу и есть шанс прилипнуть на выходные в москве конечно постоять отдохнуть погулять по москве это хорошо но финансово не экономично не знаю короче я сказал что я попробую приехать утром до выгрузки мне еще 380 километров вот началась владимирская область сейчас гороховец был сразу же короче начальство не в курсах но мы едем чтобы приехать с утра сейчас три часа ночи не три часа не ночи уже пять минут четвертого значит уже пять минут как утром хочу часам девяти десяти приехать к месту чтобы сегодня за день нас выкинули попытаться не зависнуть на выходные в москве потеря двух дней в наши финансовые планы не входят хотя мне если честно мне абсолютно все равно стою я еду сплю не сплю лежу зарплата 1 но здесь немножко другая арифметика платежи то лизинговые никто не отменял вот поэтому вот есть такое непреодолимо дикое желание c на верстать упущенный сон можно и пока будут целый день ребята эти доски таскать вручную там можно 10 раз успеть выспиться если вдруг очень сильно захочется поэтому вот так начинаем сегодня рано-рано-рано утром грузится по причине того что хотим сегодня разгрузиться не знаю сейчас заскочу в этот мячкового магазина он вроде как круглосуточный посмотрите эту штуку на прицеп нет поеду так будем тоже в москве искать короче вычеркиваем эту стоянку из списка не понравилось мне вообще не понравилось еще прибежал такой борзый он не сказал туда в третьем рядом становиться я не поехал бы увидел эту дырочку стал прибежал такой я тече сказал туда становиться и услышь родимый говорю рот закрой во-первых говорю рано поеду во вторых ты меня там заставишь и мне говорю как потом игра вертолетом горе эвакуироваться оттуда с этого ряда четкий сразу не сказал а кто так машины паркует иду четвертым рядом еще заткнешь всех и что после этого будет развернулся пошел и стал дальше пальцы грудь интересно вот тут сейчас гороховцы рынок он работает ночью или нет не все закрыты вот один какой-то павильон только светился единственный все остальное закрытый с правой стороны там дальше тоже путь закрыт короче больше мы туда не ездим в этом очкова и пускай они там сами паркуются паркуют как хотят м7 и вообще как им 5 большинство трасс но им 7 5 здесь под московь я не тут никогда не спят полностью рижняк идет ток в путь вот называется не купил туда в кургане он заехал вот автосвет 24 часа так чуть красиво все тут разут вообще их нет от слова совсем продаж вот короче пускай будем тоже в москве искать знаю тут видно будет не видно обе темно сейчас вот это вот мне нужно только то не воздух шипит там уже резинка вот это которая здесь стоит она уже даже слышно как воздух уходит же по-другому как ее не цепляй все равно воздух шипит вот что нигде останавливаться не буду найдем москве все погнали вот рассвет господа пол шестого цветать началось 5 как бы небо-то затянутое тучками поэтому и святает поздновато было бы ясно и светало бы раньше вот даже дались вот этот участок москву до владимира все ремонты здесь закончились уже даже вот заходишь от ворша сейчас только что прошел уже не на белом фоне уже до синенького то есть даже тормозить не надо феррера слева у нас принимали принимали участие в строительстве вот пойдем до цкад нам нужно с вами попасть в этот район на внуково адрес москва внуково но это как бы но это как бы не сама москва а дню москва или как она там правильно ну короче это москва но не не в территории мкад короче за пределом мкад так понял пока еще пропуск на мкад нам все грозятся грозятся сделать прям вот 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 вот-вот-вот-вот вот-вот зачем тянется тянется поэтому по 100 по 100 седьмой сейчас пока мы до нее доедем уже на нее выползать смысла нет поэтому спокойненько зайдем на цкад и подсказим покатимся у нас выковыряясь без задержащих туда м2 на Киевке и по ней в Кырну Москвы за рулем это вот мы уже наверное в Лакинске да? так вот сделали супруговый открытили таки не поймешь где ты едешь да вакинск а земидова тоже было на беносине а вакинск уже на еще на белом правильно где что-то 90 поедешь когда он такие у тебя на нас право то ли влево кручу верчу обмануть хочу в общем тепло мы оставили в татарстане наверное ушло на восток искать мы что и сильно холодно плюс девять и как бы жару не назовешь небо пасмурное в москву регион еще пока не москву москву регион лав будет за этим после киржича москву скачется еще пока мисс владимирская москву 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 Продолжение следует... 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 Дублер-то вот сюда. Вот. И пойдем. Сразу не посмотрел внимательно. И в сторону Москвы нам надо. Еще 28 километров. Женщик на 100 сезмой тут отдыхает. Чай пет. Мы уже сейчас приедем на место. К выгрузке машину поставим на выгрузку. Все пускай выгружает. И будем и чай, и пить. Можно будет и подремать. Я так думаю. Я посмотрел и магазины рядом. И вообще едем мы по-моему не на какую-то стройку. Коттедж. А едем мы... Там магазин какой-то. Что-то это мне там на загрузке сказали, что там стройка. По итогу вроде как там магазин. Магазин. Лес Сиб или что? Как-то вот так в роде будет называется. Лес Сибирь. Сейчас доедем и разберемся. Посмотрим. Ну... То, что не на стройку. Ну, это Яндекс так говорит, что там магазин, а может быть, со стройкой. Хочу. Что-то в воду в ступе толочь. Сейчас доедем. Все увидим сами. По Калужскому шоссе тоже не так часто приходится ездить. Мне даже точнее сказать, очень редко ездим. Тут сужение, не сужение, я считаю. Вроде как три полосы было. Куда все делать? А, куда все делать? Здесь, вот. Братан не едет. Что ж ты творишь-то, епарасеты? А, о. И тут беда, и там беда. Я этого кодорожника не видел. А тот его уже видел заранее. Давай тут перестроение. В шашки играть. О, видите, поиграли с утра в шашечки. Уже ничего. На месте быть до конца откровенным. Я тут ни разу не был. Вот по Калужскому шоссе в Москву. В сторону Москвы. Вот в Троицке. Ни разу здесь не был. Все незнакомое. Столько лет тут ездивши в эти края. Вот тут еду первый раз. Сто процентов. Время девять уже. Получается. Немножко мы задерживаемся. К девяти не приедем. Ну, как бы, ровно... О. Отражаемся, да? Интересно в стекле. Ровно в девять я и не гарантировал. Может девять, может десять. Ну так. Примерно. Пробки, шпробки. Эту сейчас еще пока до толкаешься. Это место. Так, ну, со стороны. Интересно. Ну, так на себя посмотреть со стороны. В зеркальном отражении. Дроид, наука, град, оказывается. Получились в сто метров. Держитесь левее. Я сейчас прочитал. Правильно? А что тут делать? На грузовиках. Особо-то. Пройти два километра. Если только эти. Доски с Сибири привезти. Где-то уже скоро нужно влево сворачивать. Как нам это сделать? Ватутинки. Ого. Зарел нет? Это же не Москва. Какие ватутинки. Нью-васюки. Васюки. Нью-ватутинки. Как это называть. Как-то тут мне Машка предлагает, считаю, что это так. Хитро съехать куда-то. Я даже боюсь делать так, как она. Мне вообще нужно влево там повернуть куда-то. Куда. Влево уйти. Ну, как-то вот она так хитро предлагает. Поехать что-то я как-то вот сомневаюсь. Поеду-ка я дальше. Движитесь в правее. И там где-нибудь развернусь. Еще-то как-то вот сюда в правее. Потом. Через 550 метров. Что-то туда вон налево под мост. И потом тут как-то на каком-то чегирями. С левой стороны по круглеру как-то ну уж очень. Что-то замудрено. Через 100 метров поверните налево. Затем держитесь в правее. Или проложите. Потому что перепроложи. Вот она. А, ну в принципе почему замудрено. Вон где машинка ездит. Вот я бы там и поехал. Наверное надо было слушаться ее. И вот туда вот левее бы ушел. Ладно, поехали тут через вроде как через 3 километра разворот. Не то что разворот. Там дорога там поширше. Здесь как-то совсем до маленьких. На вещи, говорит, смотреть шерши. С людьми надо помягче. На вещи смотреть шерши. Я просто за это уже заранее посмотрел. Вот как-то вот как машинчик хотел левее. Ну, можно проехать. Ну, что-то очень узенько. А вот там, куда я сейчас поеду, там немножко желтее. Там плюс А дорога на рост. В общем, уже все равно проспал коворот. У них всегда срезание может до добра довести. Васяк, да, у него колеса шоу у меня? Под замен. А, ну, че. Какая же общественная транспорта? Чем я не общественный транспорт? Блин, так в Сибирь съездишь, отвыкаешь от всего этого. Так, перестраиваемся, потому что нам надо не тут ставить. Не поймешь вас. Где для общественного, где нет. Вот сюда мне налево нужно. Вот куда-то вот сюда. Вот так есть дорога влевая? Да, есть. Ну, и довольно широкая. Вот мы сейчас поедем, развернемся и вот сюда приедем. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Ну-ну. Ну, если магазин, допустим, выгружаться, да, подущего, нету, ну-ну, сейчас что, на какой-нибудь частный. У него погрузчик. Вот сюда нам вправо. На дом. Подходим на разворот. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. На высоте, обычно надеящее под мостом мы пролезем. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. Нет, ну, что тут? У нас в московской области, тут же не должно быть таких совсем низких мостов. На следующем повороте поверните налево. Так, что у нас справа? О, нет никого, отлично. И остается 7 с половиной. Чтобы пока не звонить наш товарищ. Вообще-то, еще время только в 8.10. Спасибо, планета. Понастроили этих новых развязок. Ну, да-сю-тон. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Надо срочно в Польшу машку обновлять. Потому что она уже такая уже устаревшая. Надо ей немножко подмарафейться. В смысле, омолодить там. Омолодили яблочки там, понимаете, вот так. Сейчас нам нужно вправо. Обновить, в общем. Вправо, вправо, совсем вправо. Потому что если проедешь, проедешь, надо в колуку разворачиваться. Ну, что интересно, еще пока не одного знака запрещающего. Рузовика я не нашел. Нормально так. Стройка глобальная. Тут у нас глобальная стройка. Новые дома, новые районы. Может, мы все-таки на стройку. Движения нету. Не в Московской области. Непонятки такие-то. Должно все стоять. Красная, Барбовая. Так, а что дорога Украина? Ага. Значит, мы правильно идем. Это какая-то новая дорога. У меня Дарья-Батьковна ее вообще не видит. Этой дороге. Нет, нет. Куда едешь еще? Я ее выключил. Ну и что тут? Благим матом на своем иностранном языке открыть. Пиши потом. 18 сплюнусь. Еще что-нибудь. Ну вот, начинает самое интересное. Сейчас мы еще куда-то сворачиваем. Перестраиваемся, Алексей Николаевич. Потому что нам сейчас нужно путить влево. А влево? Что влево? Он пересует можно только прямо. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Здесь влево нельзя. А, влево. Вон надо было как ехать. Перепроложите. Держитесь правее по главной дороге. У нас только прямо. Блин. Ну сейчас поедем разворачиваться, значит. Вон как надо было. Как бы здесь налево, но эти знаки висит только прямо. Надо ехать. Алло. Доброе. Да, да, я на подъезде тут пару километров осталось. Все, сейчас. Да, хорошо, наберу. Уже клиент звонил. Я вот не знаю, камера тут не видно? Вы не видите камер, я тоже не вижу. Может, крутанут здесь налево? Или есть тут камера? Я так что-то не наблюдаю. Встречка только вон одна. Сзади, правда, машин собралось. Мне так не хочется ехать, никуда разворачиваться. Ну, я смотрю, я не один такой. Так, здесь направо, да? Я смотрю, я не один такой тут умный. Посмотрим, прилетит, так что, что-то, заплатим. Ну, вот сюда надо направо. Через 70 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. На Марьино. Готовьтесь к левому повороту. Узенько, узенько. С автобусом разъехались. Еле-еле. Ну, и вот как бы один километр. Я звоню клиенту. Ну, пускай выходит. Вот мне один километр остался. Я вот уже сюда на Марьино свернул. Ага, вот вижу Кнутово, да. Сейчас кручу налево на нем, да? Через 100 метров поверните налево. Через 50 метров поверните налево. Угу. Ну, что-то связь попала. Ну, короче, ладно. Я тут уже под знак пошел. Говорит, на Т-образно перекрестке опять налево. Через 410 метров. Ну, что-то мы здесь совсем живой район заехали. Ну, ладно, интересно мы так зарулили. Ну, все правильно, вот Т-образный налево. Не, 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 не любим, да, интересную езду по таким местам. Через 100 метров поверните налево. Затем используйте второй поворот направо. Через 50 метров поверните налево. Ну, и что дальше? У меня как бы левее рисуют. Нет, все-таки коттедж такой или хост-товар. Вот куда-то мне... Вот куда-то мне вот туда. Либо вот в тот коттедж, либо вот в те хост-товары. Давайте еще раз позвоним. Да, вот связь прервалась. Ну, вот я смотрю, на пятерочку смотрю. Мне куда дальше тянуть туда? Да, дальше. Ага. А, стоят, все, понял, хорошо. Баннер лиственница. Вот. Правую руку. Да. Ну? Перед выгрузкой? Ну. Я вот, вот, подъезжаю. Все, хорошо. Вот лиственница. Где-то кто меня стоит, ждет. Я никого пока не вижу. Нет, тут и коттедж или еще что-то, я не понимаю ничего. Куда я приехал? Куда, что тут дальше? Баннер ли, где кто встречает? Сейчас тут будет интересно. Мне сейчас здесь надо развернуться, как то. Ой, блин, как то, как то. Как то, как то. Выделывать на дороге. И вот сюда вот сейчас прижаться. И вот здесь будут за ней через блок меня выгружаться. А я тут сейчас всю дорогу перегоражу. Я вообще не знаю, как все это будет выглядеть. И вот здесь будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так все это выглядит... Короче, сейчас мы это зеркало сложим... В общем, вот так все это выглядит... Так, здесь я колесом крутил... Вроде тут никаких штырей нет... Здесь тоже... Вот так вот мы стоим... Сейчас бок открою... Ну так-то да, проезд есть... Нормально... Самое главное, что я здесь колеса не порвал... А здесь видите... Да, тут то ли магазин... Тут и коттедж, и магазин... Все вместе... Куда они тут все это будут выгружать, я не знаю... Сюда, наверное... Короче, передняя пачка завалилась... Все равно... Вот она и сдвинула вот эту сторону... Немножко... Ну, потому что это неправильно... Там... Чуть-чуть ниже, чем эта... Естественно, ее ремнями вот сюда давит... Вот... Ну, все... Процесс был русский, пошел... Я думаю, мы тут... Допоздна... Задержимся... Пацаны вручную носят... Вот, короче, как-то так... Так-то все цело... Все доехало... Вот, единственное, что передняя пачка пошла... Ну, просто она загружена была... Не... Очень хорошо... Сейчас часть выгрузим здесь... Длинные нужно будет сдать дальше... Там будем где-то выгружать... Ну, сказали, что тусить мы будем тут часов до восьми... Ну, пристаться они идут... Двое или трое здесь... По-моему, двое носят... Или трое носят... Один подает... Представьте, вот это все им сейчас надо выгрузить вручную... Катастрофа... Все, я уже все готов... Сейчас они нижнюю пачку выкинут... Заднюю, вернее... Я туда тент толкаю... Перед еще разберу... И потом можно... Обратно в чистое перечехляться... Передеваться... Перечехляться... Тут вон пятерка рядом... Пойдем... Магазин... Вдвоем... Вдвое носят... Один подает... Завтрак... Туда-сюда... И можно и подремать... Все на свете... За сегодня все успеем сделать... И выспаться... И вылежаться... Так что правильно сделали... Что сюда приехали... День вот уходит на выгрузку... А что делать... Ладно... Тусим, короче... Ну так... Неплохой участок... Судя по занавеске... Наверное, дом жилой... Тут как дом... Как склад... Сразу тут и торговля... И все... Идет... Все... Жду... Когда... Они мне задний борт освободят... Можно было штору сдвинуть... Последний ремень не скинуть... Переодеться... Потом уже... Спокойно... Идти заниматься своими делами... Такая цараска интересная... Да, живой... Даже велосипед чей-то... Маленький... Ладно... Меня тут не повязали за съемку... Шесть часов вечера... Короткие сюда выгружали... Тут... Сюда меня перегнали... Осталось три пачки длинных досок... Правда, мы здесь проход перекрыли... Проезд у меня... Ладно... Ладно... Не буду я там... Ребят смущать... Всем приходится вот так объезжать... Здесь не проедут... Я думаю... Часа за два... Эти три пачки... Они разгрузят... Вот... Наши следы... Сегодня мы здесь... Пятака крутили... Вот... Видите... Всем приходится... Вот так ехать... Не получается... Здесь... Ну, можно проехать... Но смысл какой... Я думаю... Пару часиков... Местные потерпят... Думаю... К восьми... Закончат... К восьми... Закончат... Так... Лежишь... Часам к десяти... Мы на базу приедем... Вечер... Тоски... Мне еще вручную... Ни разу не выгружали... Не доводилось... Все УАЗики вокруг едут... Видите... Саленый такой УАЗик поехал... Уже девятый час... Ну, почти закончили... Там осталось... Наверное... Треть пакета одного... Ну... Считайте... Почти двенадцать часов... Нас разгружали... Успел сделать все... И отчет написать... И все документы... Позаполнять... И выспаться... Нет худа без добра... И кино сделал... Короче... Плодотворный... Сегодня день провел... И Вадим в гости приезжал... Привет тебе брат... Мы постояли... И магазин сходил... Нормально так... Все... Сейчас закончится... Увяжем... Э... Соберем ее... Соберем ее... И... Все... Поедем... Ну... Вот... По итогу... Время... Полдевятого... Уроп Şimdi... Нормально так... На следующем повороте Поверните... Затем... На следующем повороте Поверните... Будьте здоровы... Затем... На следующем повороте поверните направо. А сейчас обратно до ЦКАДа, под ЦКАДу, километров 90 выйдет, плюс за ЦКАД заплатить. На следующем повороте поверните направо. Направо повернусь. Вписаться ж еще надо. Ага, хрена. Не вписываюсь. Надо радиус больше брать. Летят же все, не дают же. Все же торопятся. Ну, давайте, езжайте, езжайте. Ну, едь, ну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ну а вошел вот еще маленькая стоит не полез готовьтесь к маневрирую здесь посреди ночи с полупроцепу от твои цим узким улочкам все в общем чешем мы на базу завтра у нас ремонтный день все мелкие недочеты будем устранять ну и самое главное будем по планам я не знаю может что-то поменяется с автономкой пытаться разобраться да втроем разгрузить сука тут у меня кубов кубов 30 наверно было доски может больше даже вручную ребятки сегодня славно потрудились считается пол полдесятого в 10 скажем так грубо они начали ну и туда 8 используйте право добро используем используйте готовьтесь к правому повороту через 600 метров поехали мы отдыхать так итоги того забыл подвести в общем с канцка до выгрузки у нас получилось 4523 километра расход получился тридцать один и четыре вот она как туда подняла как начался этот ветер харио я еду и все и после этого практически уронить и не вышло сегодня тоже ветер был встречный и довольно сильный что вот так ну а вот сюда до базы получается я почти приехал мне 18 километров осталось сейчас тут островцы протолкаться там туда-сюда и люберцы и мы на месте котельники это сотка лишние походят вышла но выходит не факт конечно что по времени я дольше буду ехать потому что и ну я не смотрел чё там нам кали но через мкад было там что-то 45 выдавала у меня получается 130 и сейчас еще остается 17 ну 147 считается сотка лишку то есть круг получается надо делать пропуск обязательно пропуск надо делать эти не так часто мы здесь маски в этой появляемся но все равно периодически заглядываем и так вот круголя рисовать даже сегодня вот когда ехал с утра можно было в принципе через мкад поехать чем вокруг всей москвы постоит и пацкаду обижать грозится грозится начальство сделать когда сделает наверху ну а сейчас все уже 20 минут 11 сейчас пока тут еще до толкаемся может не будем толкаться короче все едем отдыхать завтра будем дальше работать нету час уже должны зайти тем более город здесь на что может быть на ремонте не хочу женить или нет телефон доставать не смотреть как будет так будет вариантов мне все равно нету никаких других другой дороги тоже у меня здесь нет толкаться значит толкаться черт нервы себе рвать значит так надо кстати мы люберцы заехали расти так да м так Продолжение следует...